ребят всем привет мы опять находимся в орехово зуево приехали на второй день на работу у нас небольшое чп володя походу простудил ухо или что-то там ему надул я точно не понял сегодня в общем не будет поэтому мы вместе с чижиком сегодня в поте лица будем продолжать работу что у нас будет интересно вы увидите в этом выпуске пойдем на работу хорош кататься сальтуху давай показываю секретный метод челос вот такие чудные клинышки будем использовать поерзали осторожность письма небольшой рассказ того что у нас происходит вообще как я сказал володя видимо приболел там еще какие-то дела нарисовались едем сегодня меньшим составом плюс сегодня прям есть конкретная задача построили план таким образом чтобы одну комнату надо заклеить полностью с подрезкой потому что завтра там приеду же володя и будет укладывать плитку на стену также по максимуму попробуем сделать подрезку почему и люблю ездить в другие города работать потому что ты никогда не знаешь что там тебя ждет как правило вырисовывать целый кучу проблем с одной стороны это прикольно с другой стороны это очень сильно выматывает здесь ситуация такая мы приехали погода сначала была хорошая потом вот сегодня вообще целый день дождик идет сильный ветер в помещении прохладно несмотря что на то что мы в кофтах ехали все равно мы все замерзли очень боюсь что мы заболеем и вообще придется дома сидеть так что немножко такая экстремальная поездка вот что еще сказать за счет оба будущем потенциальным заказчиком делайте нормальные условия да и если у вас холодно мы к вам не поедем если нет воздушку если нет у вас это в нашем райдеры прописано мы наконец-то добрались сегодня у нас новая работа это укладка плитки 80 на 80 пойдемте в помещение посмотрим что там и после подготовки приступим к работе а а вчера у нас была очень сложная и неприятная работа потому что неприятная потому что было очень много подрезки когда плитка большая хочется и вот прям гнать 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 и зарабатывать много денег сегодня у нас такой день что у нас очень простая работа плитка большая помещение ровное и начинаем мы не от входа а начинаем и от противоположной стенки и погоним ее просто на выход раскладку я сейчас покажу в общем там все просто и сами увидите как это будет происходить вот смотрите у нас вот здесь получается вход то есть мы подходим к крайней стенке у нас здесь все это будет скрыто в дальнейшем после окончания ремонта и мы начинаем от ценной плитки вот с того угла нас помещение маленькая здесь в принципе на глаз видно что все здесь ровно мы спокойно начинаем гнать от той стенки к противоположной но представляем что помещение большое и уже просто есть такая практика мы раскладываем две плитки по углам бросаем лазерный луч и с помощью рулетки примеряем вот эту плоскость для того чтобы у нас не получилось такого сюрприза когда допустим стенка закругленная и мы начали четко от угла приходим к тому углу а здесь допустим будет два-три сантиметра это бывает такое на самом деле когда некачественную полную стену и в таких случаях когда такие полукруглые конструкции никто не собирается их выравнивать тут нужно естественно первую подтачивать плитку и последнюю чтобы вот здесь у нас не был такого зазора я наверно не буду это пришлось демонстрировать потому что здесь так все в порядке то есть бросили плитку сюда бросили плитку туда поставили лазерный уровень и с помощью рулетки до луча пробиваем чего с лазером пробиваем расстояние то есть ну вот допустим выставили по крайне плиткам и проходимся с рулеткой везде смотрим что было одинаковое расстояние теперь самое важное мы принимаем решение стоит ли нам использовать большую гребенку маленькую двойную еще обычно просто укладываем одну плитку и сверху лицом укладываем вторую если плитка очень кривая она сто процентов даже в таком лежачем состоянии будет крутиться если этого не происходит значит мы спокойно берем гребенку 10 миллиметров делаем обязательно делаем клей немного жиже чем надо неважно у тебя даже прохладно здесь да все равно будем делать жижу чтобы он хорошо распространился под плиткой ну и если мы начинаем работать с плиткой больше чем 60 на 60 здесь у нас 8 180 то уже здесь можно применить либо виброплиту либо как вот мой классический любимый способ я просто люблю немножко потанцевать сегодня взять на это покажет и че тоже потанцую дачу должен должен быть эти щелбан не станиско ну вот она сама под собственным весом лежит тут нету особо каких-то прям погрешностей да она спокойно крутится но и смотреть моей практике это можно сказать идеальная плитка мы спокойно без всяких промазывания и вымазывания положим ее под гребенку и будем ее усаживать наверное просто вставая на нее че чебан Плиточный клей будем наносить сразу же на весь ряд, он здесь небольшой, сейчас сабулеточкой отметим, чтобы его много, ну, вообще можно как бы примерно, и погнали. Тут даже лазер особо не нужен, я вот так и делаю. Это что сейчас было? Это было примерно линия нанесения плиточного клея на первый ряд. В херах первый ряд будет прям такой, блядь. Такой первый ряд будет, блядь, тревог. А я тут же примерно, чтобы... Да я угораю его, блядь. Пауза. Ты не помажу, блядь, ты же хотел, чтобы я мазал. Плитка шершавая, берем присоску и таскаем так. Вообще, кстати, тут можно особо не понтоваться, можно все делать без присоски, но мы попонтуемся. На самом деле, поудобнее будет. Всё. Отшили, стали, немножко поёрзали. Всё, больше с ней делать не нужно. Клей жидкий, хорошо распределился. Пол ровно, плитка тоже ровная. Клей жидкий, хорошо распределился. Продолжение следует... Продолжение следует... Рыба по таламю. Продолжение следует... То есть, хочешь сказать, меня кидать в крестик и не склеивать нормально? Нет. Простите меня, пожалуйста. Блин, невероятно, смешно-то как, нахуй. Конечно, смешно. Ты не ломай тут ничего, бля. Всё уже словно для меня. Ты куда снимай? Пэк-пэк. Пэк-пэк, блядь. Крестики должны быть ровные и хорошего качества. Охренеть ты, капитан, чё видно не будешь? Вот такие чудные клинышки будем использовать. У нас завтра будет настенная плитка, там будут они в тему. А сегодня будем их от стенки отпирать. Пэк-пэк. Когда всё выложили, ещё СВПшки не затянули, сейчас с помощью клиниев всё это дело расклиним и зафиксируем тем самым надёжно первый ряд. Ну а дальше уже будет максимально просто. Здесь плитка большая. Здесь вообще просто можно на глаз сделать всё. Даже не представляет лазер, потому что на что-то пойдёт не так, это будет видно. Критка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Показываю секретный метод, как делать идеально ровные перекрестия. Берем крестик, немножко разные швы, чуть-чуть раздвигаем, надо так, чтобы пропихнуть крестик. Блин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставляем крестик наш, перекрестие, желательно большой, ровный и мега-качественный. Это самое важное. Утапливаем примерно в толщину где-то середины плитки, то, что может провалиться. И немножко вот так подтанцовываем. В итоге имеем вот такой вот результат. Покажи. И покажи следующее. Чё? Клини длинные, можно, вот когда сейчас его нажму, то есть вот мы зажали, и повернуть просто немножко в сторону. Я понимаю, что это капитан очевидность, но Володя спросил, я ответил. Напишите в комментариях, Володя, что у вас ещё есть какие-то советы, он вам будет благодарен. Краткий тест вот таких вот клинышков прошёл успешно. Теперь хочу поделиться первыми ощущениями. Смотрите, какая ситуация. Очень часто, когда вот обычными клинями, даже давайте для того, чтобы немножко утрируем, да, вот такими клинями, вогнать их ровно, если вот большой, допустим, вот здесь большое расстояние, всё, он упирается в стяжку, и больше я не могу ничего сделать. То есть пытаемся, естественно, всегда как-то вот так бочком их подсунуть, но они, как правило, так легко вылетают. Здесь как раз этот момент продуман. То, что неважно, какое расстояние, мы его можем поставить, что так, что вот так вот поставить. То есть оно всегда будет максимально удобно. То есть мы можем подстроиться под любой вообще, под любую щель, особенно если она неравномерная. Короче, я сначала подумал, что удобно будет для настенной плитки только, но, как показала практика, гораздо удобнее именно в тех моментах, когда неравномерный шов, а вот именно разный. Так что, Олен, вещь прикольная. Пользуйтесь. На нашем сайте 9plitk.ru Всё есть. Вот это. На этой плитке прыгали-прыгали. Немножко не хватает, как раз-таки вот на такие моменты можно немножко повибрировать её, попробовать. Здесь ещё телек висит, неудобно прыгать на ней. Димбелан. Димбелан. Дитя. у нас плитки прям впритык соответственно вот такие вот обрезки у нас оставались они обрезаны с двух сторон и там где у нас узкая подрезка не хватает одного такого элемента ты сейчас его изготовим из обрезка чтобы вы понимали у нас вообще получается безотходное производство здесь а а а а а Продолжение следует... 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 Любой инструмент для качественной укладки плитки можно купить на нашем сайте 9plitok.ru